Конец закона Христос Пришел Христос и на этом закон закончился? Отменен закон? Ну, это самое простое понимание, Моисеев закон прекращает свое действие с приходом Христа, отныне не приносятся жертвы, потому что Христос принес жертву, отныне отменяются правила пищевых ограничений, которые были в Моисеевом законе, предложены некоторые другие вещи, ну а заповеди-то не отменяются? Или вообще и заповеди, или теперь заповеди не убей, не укради тоже отменены, это же часть закона, причем важнейшая, пришел Христос и можно убивать, воровать, лишь бы для блага церковного, ведь некоторые так и понимали, зачем все эти религиозные войны, зачем очень многие другие вещи, там сожжение еретиков, которым иногда занимались христиане, ну Христос пришел, все отменил, теперь вот мы за него решаем, да, ужасное толкование, не правда ли? Ну давайте посмотрим гречески, для начала что за слово, телос, горному Христос, я бы это перевел немножко иначе, мне кажется, синодальность здесь не совсем точно переводит, телос, это цель, кстати, русское слово цель и греческое телос, они действительно общего происхождения, а ведь закон устремлен ко Христу, чтобы всякий верующий достиг праведности. То есть смотрите, Павел очень много говорит о законе в послании к римлянам, прямо вот основное понятие, которое он разбирает, закон, он полемизирует с аудеями, говоря, исполнение закона не делает человека праведником, он говорит, приход Христа дает человеку возможность обрести праведность в Боге по вере во Христа, да, и ему надо связать эти два понятия, а зачем закон, он долго разбирает закон, закон ставит рамки, закон показывает, что такое грех для того, чтобы человек понимал это, да, но закон средство, вот самая главная мысль Павла о законе, закон это средство, а не цель, а средство какая цель? А цель Христос. Как же это? Закон же просто граница, да, рамки, в которых можно жить и существовать, нужно жить и существовать, но рамки куда-то ведут. Вот как на мосту есть ограждение, чтобы люди не падали в воду, но мост-то ведет на другой берег, существует правило безопасности для любой деятельности, да, но деятельность-то сама делается с какой-то целью, вот к чему все это ведет, куда этот мост направлен, что должно получиться в результате этой деятельности? Он говорит Христос. Более того, слово телос может обозначать полноту совершенства, совершенство и полнота закона Христос, то есть закон подводит человека, подводит мировую историю, можно сказать, к одной личности, в которой то, что изложено в законе, исполняется полностью, сбывается. Закон — это еще и некоторые обещания, не случайно в законе Моисея довольно много обещаний, которые даны израильскому народу, и вот они приходят к своему свершению во Христе, в мессии израильского народа, к праведности всякого верующего, чтобы всякий верующий достиг праведности. А это вот цель уже частная, практическая. Нам скажут, цель закона Христос, ну здорово, нам-то что. Но праведность, которая недостижима самим законом, закон указывает на нее, но не дает ее, она приходит с верой во Христа, как описывает это Павел, да? И тогда получается, что закон действительно может дать эту праведность, но не потому, что она в нем содержится, не потому, что он излагает правила достижения праведности, да, инструкции из Икеи. Купил кучу всего, и как это собрать, чтобы оно заработано, да? С первого разрядка удается. Вот закон — не такая инструкция. Но закон — это путь, по которому человек может прийти и встретить Христа, и там он эту праведность обретает. Еще раз свой перевод. А ведь закон устремлен ко Христу, чтобы всякий верующий достиг праведности. А праведность, которая от закона, Моисей пишет, человек, исполнивший закон, им и будет жив. Ну и Павел до этого довольно много подробно разбирает, что нет таких людей, которые все бы исполнили. А праведность, которая от веры призывает, не говорив в сердце своем, кто бы взошел на небо, чтобы свести оттуда Христа, комментирует Павел, или сошел бы в бездну, чтобы вывести Христа из мира мертвых. Опять-таки цитирует он, это из книги «Второзаконие», 30 глава, он со своими собственными цитатами пересказывает и идет немножко дальше. Что же говорится в Писании? «Близко к тебе это слово, на устах твоих и в сердце твоем». То есть здесь сам закон говорит о себе, если буквально это понимать, как цитата из книги «Второзаконие», то что закон вот он, исполняй. Но Павел показывает, что само по себе исполнение, оно недостаточно, что закон — это некая дорога, которая приводит к тому, кто на небе, к тому, кто в бездне, к тому, кто на твоих устах, к тому, кто вот рядом с тобой здесь и сейчас, не то чтобы нужно было восходить на небо или спускаться в мир мертвых. И в этом смысле закон действительно та дорога, которая приводит ко Христу по мысли апостола Павла. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.